Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Games. С вами я, Скиф и мы продолжаем играть в Террарию. И как-то не везет мне с Террарией, потому что я уже записывал битву с червем, я его победил, но рубанули свет, игра откатилась назад. И в общем у меня сейчас довольно странная ситуация в игре, я уже скрафтил себе и шлем, и броню теневую, но их нет. Зато остался мушкет, осталась одна разрушенная сфера, вот эта темная, чтобы призвать нам пожирателя миров нужно разрушить их три. И то есть по идее мне осталось разрушить две, хотя я не уверен. В общем игра как-то очень странно откатила, я себе и кирку сделал, но ничего этого нету на данный момент, к сожалению. Ладно, дубль два. Так, Абрахам ушел, флаг ему в руки. Странствующий торговец приходил, ничего путнего приносить. Ого, что-то не хочет в последнее время. А че там внизу? Так, мушкет неплохо работает, но более-менее. Давайте тут взорвем, просто чтоб посмотреть. По идее ничего хорошего. Ээээ, не попал. Да, тупо веревка. Нет, так я точно не попаду. И так точно не попаду. Мне надо как-то... Сюда вот закинуть бомбу эту. Да, вот так попал. Единственное, что не до конца разрушил, но мы это сейчас поправим. Так, нафиг мне эти. Я сейчас думаю. В принципе, Пожиратель Миров, он не сложный босс. Можно еще сделать... Приманку, чтоб его призывать. Но приманка делается... Ау. Из порошка, который можно купить у Дриадки. Но только во время Кровавой Луны. Что, конечно, не совсем просто. Ну, просто, но ждать Кровавую Луну... Как-то не очень хочется. Да чтоб тебя, гадина. Иди сюда. Так, ладно. Я как-нибудь взорву уже. Ладно. Для взрыва, наверное, мне уже хватит места. Ну, для взрыва, для поломки. Так, разломал. Теневая сфера. Это около меня теневую сферу создает... О, кстати, я... Кристалл Маны могу же сделать. Да, около метр сферка летает. Отлично. Давайте с Мушкета дальше продолжать отстреливаться. Просто божественно меткий. Откуда он там внизу появился? Спавнятся, где хотят гады. Нет, вот эту мы сейчас третью разрушим. Тогда к нам придет... Ну, товарищ червь. И мы его, наверное, наружу вытащим. Я там небольшую площадку сделал. Почему бы нет? Оу, оу. Так. Ну, чтобы раздолбать, нам надо выпить зелье лучника. Нам надо выпить зелье кожи. Света. Давайте подсветим. Так, уходим. Насколько это... Возможно. Иди ты лесом. Так. Черт, он не дает мне пролезть. Вот это поворот. Нафиг. Так накидаем. Все. Иди сюда, товарищ. Здесь мы тебе уже... Ну, и не только тебе наваляем. Так. Воу. Защемил. Молодец, молодец. Так. Он еще сейчас делится начнется. Это неприятно. Что-то он вяло вылез. Да, уже разделился. Вот эти еще упыри местные. А, это маленький. Да удаленький. Ну, давайте их валить. Что-то мелкие до меня вообще не достают, да? Это радует. Сволочь. Ты-то зачем мне прилетел? Так. Голову прочь. Валим-валим. Может, с мушкета пострелять? Ладно, пока зелье имеет смысл стрелять из лука. Пока у нас зелья-то работает. Ой, еще поделили червяка. Упал метеорит. Хорошо. Это значит, что нас ждет еще и метеоритовая броня. Ну, броня из метеорита. Само собой. Так, надо аж пендиков валить. Блин, длинный червяк, конечно. Это да. Это не очень круто. Так. Хилимся. Ну, в принципе, он легкий. Что-то ползает под нами. Чего хочет? Ты чего хочешь? Я его, конечно, не очень правильно, наверное, делаю, что дроблю на мелкие. Но все равно мне от этого вреда-то больше не стало. На самом-то деле, да? Фу, я стрел кучу расстрелял. Это да. Нам в идеале надо будет еще убить одного червя, чтобы на все хватило. Там у меня приманки. Из него не выпадет, чтобы я призвал нового червя. Из него вообще может выпасть приманка? Что-то я не посмотрел. Потому что приманку я не находил. Сделать я ее пока не могу. Так, демонитово, руда и всякое такое. Хорошо. Иди сюда, родимый. Ну? Ну? Чувачок, не стесняйся. Кхм. Кхм. Блин, не попал. Давайте с мушкета будем расстреливать. Минус. Ну, что-то он все уже, да? Выдохся. Осталась копейка совсем, что-то от него. Где ты там? Тык. Давай, иди на спарринг. Иди сюда, родимый. Ладно, пофиг. Ну? Минус. Тык. Все, он ничего пожирательного повержен. А, это... Какая-то другая обычная фигня. Ну и фиг с тобой. Ты мне не интересен, отцань. Эй, мини-копия. С чего ты решил, что я с тобой драться хочу? Или с тобой? Так, ладно, гниль всякую лабуду соберем. Что у нас тут? Достали. Да блин, у вас еще... Откуда их столько? Вот откуда этих... Всяких... Тварей мелких. Нафиг. Меня так неплохо продамажили уже. Ага. Я что-то даже на хилы не смотрю. Дамажат, дамажат. Они нифига не слабо дамажат. Сволочь. Как ты меня бесишь? Вот этот мелкий червяк меня реально больше, чем босс бесит. И я уже успел сбегать домой. Что-то программа меня все подводит и подводит, записывающая, либо игра. Понять не могу пока, в чем проблема. Ну, надеюсь, перебоев у нас не будет. Ничего такого важного вы не упустили. Я сбегал, скрафтил себе смертоносную кошмарную кирку. Плюс 11 к наносимому урону. Плюс 10 к скорости. Пагубный бич света. Плюс 12 к наносимому урону. Заролилось. Ну и на мне теневой доспех. У него бонус 15% увеличение скорости передвижения. Тут у нас все на передвижение. И 7% увеличение скорости ближнего боя. Что неплохо совсем. 22 единицы защиты. Что тоже круто. Ну, и давайте, наверное, разберемся еще раз с червяком. Чтобы у нас был в любом случае какой-то запас. Под доспехом, говорю, по руде и по всему прочему, в общем. По демонической. Чем мы это можем сделать? Мушкетная пуля. О, вот бомба. Хорошо. Ну и заодно посмотрим, что здесь у нас скрыто. Сокрыто. Гадость. Тут их очень много в этом долбаном искажении. Так, еще бомбу. Даешь, молодежь. Оп. Да нафиг я тебя киркой вшатаю. Смотри, какая скоростная кирка. Эта кирка уже добывает черный камень. Нафиг я тогда бомбами штурмирую. Ну, в принципе, почему нет. Что, я еще одну теневую сферу вытащил. Так, это не материал ни разу. Нафиг выкинуть. Не то. Давайте закопаемся. Процесс что-то закапывания не особо быстрый. А, это, блин. Понятно, в чем беда. Беда в том, что вот этих дебилов, блин, очень много. Давайте огородимся от них. Как они меня бесят. Хорошо. Я все равно собираюсь в рукопашку драться, раз я на ближний бой настроился. Ну, нафиг. Все тут перекрыть. И все подсветить. Соответственно, ну-ка и пробуем зарыться. В принципе, годно, конечно, зарывается, но... Бомбами как-то быстрее. Оп. Куда быстрее. Ну-ка. Как? Все? Что, опять теневая сфера? Вы что, прикалываетесь? Так, у меня еще есть знамя пожирателя душ между делом. Я не знаю, теневую сферу одну запихну в какой-нибудь рюкзак. Ну, нафиг их в таком количестве мне пытаются навязать. Не очень понятно. Оу. Взрывам. Хорошо. Почти пробились. Ну и смотрим, что у нас в этой. Ну и не забываем про то, что надо зелье железной кожи поюзать. Мало лечебное зелье. Большое лечебное. Ну, больше нифига нету, да, у нас? Придется обходить за тем, что есть. И что мы сделаем? Мы сделаем... А ничего мы не сделаем. Мы будем просто ломать. Так. Мы сначала сюда... Ворвемся. И еще одну теневую сферу, конечно, соберем. Больше теневых сфер. Королю теневых сфер. Так. Что-то ближний бой не очень, да? Так, а ну-ка, если ножики покидать. А не, я бы тоже не сказал, что дико эффективные. Блин, меня зато дамажит. Его атака. Хотя, смотрите, я неплохо ему тут накидываю. За все прям его прегрешения. Ну, иди сюда. О, намотало меня немножко. Ну, пофиг. Каратын. Главное, что он... У меня брони-то сейчас куда побольше стало. Куда как побольше, да? А он пробивает-то не так серьезно. Как ему хотелось бы. Вот это другой вопрос, что не очень удачно я стою. Так. Отхилимся. Главное следить за тем, чтобы у нас была броня. И все будет нормально. Да, я его даже танковать могу потихоньку. Воу-воу-воу-воу-воу. Единственное, не давать ему себя зажимать. Наверное, как вариант. Каратын. Иди сюда. Где-то каратышка. Давайте пристегнемся, чтобы он меня не снес. И тупо затанчим. Да, он меня не пробивает, а я его зато шинкую. Просто нашинковываю. Отлично. Ну, иди сюда, братюня. Сейчас мы с тобой поговорим. Замечательно. Ну. Так, так, так. Еще чешуйки. Ну, и почти-почти вторая победа. Пожиратель, побеждем. Я бы не сказал, что это дико сложно. Скорее, совсем наоборот. Да. Против этой же брони он уже ничего не может. Предоставить. Смотрим. Что-нибудь еще выпало. Пожиратель. Ну, эти сферы, я не знаю, что мне их солить, что ли. Куда мне их игра дает столько. Не очень понятно. Ну, в любом случае. Насобирали демонитовые руды, чешуя к тьмы. Все круто. И давайте прогуляемся. Прогуляться у нас есть, тем более, куда? Вот туда дальше. Мы там не были. О, тут ждут нас упыри летучие. Давайте их тоже быстренько раскатаем. Без особых на то проблем. Медузу раскатаем. И пробежимся до того конца карты. Потому что мы там тупо не были. И надо бы разведать, что там да как. В той стороне должен быть данж, насколько я помню. В принципе, интересно. Ну, данж мы пойдем, но данж попозже оставим, наверное. Потому что, насколько я помню, в данже довольно тяжело. Летучий глаз. Не только. Иди сюда. Я думал, ого, сколько глазев-то. Чего это у вас так много? Еще метеорит упал. Шикарно. Может, метеорит встретим. Но, правда, копать я их не смогу. Я буду гореть. Для этого мне нужен обсидиан. Наверное. Надо, короче, сосредоточиться на чем-то. Я бы хотел, в идеале, конечно, найти... Остров. Какой-нибудь воздушный. Чтобы метеорит комфортно добывать, есть какой-то предмет. Типа обсидианного черепа или что-то такое. Он как-то так называется. Ладно, мы это сделаем. Сейчас, в любом случае, просто... Просто слетаем. Посмотрим, что да как. Слетаем, сбегаем. Так, гриб. Монета. Так, зомбик, прости. Кстати. Тут довольно неплохо так дерево. Линзы 4 штуки. Ну, зелья какие-то боевые делать, быть может. Но зелья лучника из него делать можно. Точно. Надо посмотреть, может, еще что-то мы сможем сделать хорошее. Но это будет, в принципе, неплохо тогда. Если действительно так. Еще немного леса. Просто у меня с лесом беда вечная. Как бы, почему бы не собрать, если есть возможность. Нафиг всех нашинковать. Лазят тут. Еще дерево. Нет. Вот глаза, когда я вас фармил. Где вы в таких количествах были? Не дождаться же было. А тут, смотрите-ка. Валят и валят стабильно прям. О, линз. Я, в принципе, наверное, уже могу, если захочу, призвать этого, как его, к тулху. Но я не хочу этого делать. Зачем мне еще раз к тулху валить? Будем уже близнецов валить на хардмоде, соответственно. Пока что просто-просто пробежаться. Так, дерево большое. Не могу пропустить. 273 дерева. Конечно, неплохо. Не предел. О, бомба. Не то немножко. Да, линз я как минимум на к тулху насобирал. Так, вода. Так, тут у нас старикашка. И тут у нас данж. Который, если сейчас сунутся, меня тупо убьет. Понятно. Хотя, может, и не убьет. Может, можно втащить. Но пока что экспериментировать не будем на эту тему. Так. Тут что? Какое-то подземелье. Что в нем? А нифига в нем. Все понятно. Бессмысленный кусок отражения. Так, еще сколько карт осталось? Да, мы почти добежали, докуда нам нужно. Причем делаем это и ночью. О, в течение ночи. Нет, это не очень безопасно. Ну да, пофиг. Вроде справляемся. О, две звезды. Две звезды. Так, тут у нас подсолнухи. Армия гоблинов движется с запада. Весело. Так, звезда, 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 звезда. Упала и исчезла, потому что день, да? А там армия гоблинов. Как-то не очень они вовремя идут. Нет, тут еще не все разведал. Очень не вовремя. Дерево валим. Так, ладно. Давайте пока на этом закончим. С армией гоблинов тогда уже в следующей серии склеснемся. На этом я с вами прощаюсь. Всем всего хорошего. Увидимся в следующих сериях. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok